На два дни Брест, как культурная столица СНД, перетворился в пляцовку для перамоу 10-ти краин-удельниц Содружности Незалежных Держав. На первые дни отбылась встреча в старшине Брестского областного совета депутатов Юрия Наркевича и старшине Брестского гар-выконкама Александра Рыхачука с керавницем Выконавчего комитета СНД и дипломатами. Подчас ее говорка ишла про важность межрегионального сопротивления Брестской области с краинами Содружности. Огульный товарооборот по межнашим регионам и краинами-удельницами СНД сегодня превышает 2,5 миллиарда долларов США. На ровне с экономикой великое значение Содружности и в пытаниях беспеки, адукации и культуры. Мы собрали здесь для того, представителей гостарства СНГ, чтобы не только сохранить наше Содружество, но и укрепить его, совершенствовать его деятельность, повышать эффективность. Почему? Потому что только эффективное Содружество будет востребовано. Если оно неэффективно, если оно не нужно нашим странам и народам, то, естественно, оно просто само собой распадется. Поэтому мы над этим постоянно работаем и, должен сказать, что работаем успешно. Местом проведения воезного посяжения Совета постоянных полномосных процедурников Украины СНД и Кераунисова Ваканкама стал Брызгский Державный Университет. Удельники обмерковали ход реализации мероприемства у присвеченных году книги и пытаний подрыхтовки до черговых посяжения Совета Керауников урадов СНД. Так само в университете отбылся семинар «Межкультурный диалог на просторы СНД», и Киева ходит в программу акции «Брызг Культурная столица Содружности». Свое разумение межкультурного взаимодействия в релиях 21-го года выказывали представники Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Туркменистана, Таджикистана, профессорско-выкладчицкий склад университета. Высокую оценку от Керауниства СНД отримал Брест по реализации своих полномодств в ее культурной столице Содружности. Проведение такого серьезного форума комплиментарно для нашего города, наполняет статус культурной столицы СНГ реальными мероприятиями. И по эмоциям, по впечатлениям гостей видно, что город Брест им тоже очень понравился. И я почему-то не сомневаюсь, в дальнейшем наш город может стать такой хорошей площадкой для проведения мероприятий в формате СНГ. Представники Краин Содружности и Керауниства выканавших комитета СНД так само наведали знаковое для каждого из них место – мемориальный комплекс Брестской крепости «Герой», где усколали кветки до вечного огня. Эта война не оставила рододушным никого, в том числе и Республика Молдова, потому что здесь, в Брестской крепости, похоронено 14 человек молдаван, которые погибли при защите Белоруссии от фашизма. Пока мы есть, мы будем делать все, чтобы новые поколения помнили о той страшной войне. Если мы будем забывать, мы будем тогда вынуждены еще раз пережить то, что пережили наши отцы и дяди. И поэтому этого нельзя допускать. Я очень рад, что судьба меня свела вот сюда, чтобы приехать в Беларусь, посмотреть это своими глазами. Подводящий выник двухденные прасы старшиня выканавших комитета, выканавший секретар СНД Сергей Лебедев, особливо отзнающий униформальную атмосферу, яка была створена у Бресте. Мы очень откровенно, тепло говорили о том, как нам сохранить и укрепить, и далее развивать нашу общность в области культуры, в области гуманитарных связей, в области образования. Мне представляется, что получился очень хороший, полезный и самый главный результативный разговор, многосторонний диалог по всем волнующим нас вопросам. Вышедшее керауниство СНД и все процедуники краинудельниц отримали запрошение на святкование тысячагодья города.